Армянский народ сегодня вспоминает самую трагическую дату своей истории 105 лет назад. В Османской империи было уничтожено более полутора миллионов армян. Факт геноцида признали многие страны, и одно из первых это сделала Россия. Сто ударов на бат в память о событиях вековой давности, унивших жизни полутора миллионов человек. Сегодня в храме села Гайкадзор колокола звонят по жертвам геноцида армян. Со дня геноцида армян хоть и прошло более ста лет, но эта трагедия не имеет срока давности. Мы должны обязательно помнить, потому что этого больше нигде не повторялось. Ни в одной стране, это не имеет значения, это в Армении было или в другой. Но это очень важно для нас, для христиан и вообще для всего мира, потому что убивать людей просто так никому не позволено. В 2015 году были причислены к лику святых все жертвы геноцида, и сейчас уже этот день является днем памяти, но не траурная литургия служится, а служится служба о святых великомучениках. То есть это уже не считается траурным днем для армян. 24 апреля 1915 года – день, когда османские власти начали уничтожать армянский народ. В основном элиту, около миллиона политиков, ученых, людей искусства арестовали. Позже их до смерти забили камнями. В последующие годы гонения не прекратились, не щадили никого – ни беременных женщин, ни детей, ни стариков. Истребление народа продолжалось долгих восемь лет. Живых свидетелей той трагедии сегодня не осталось, но фактов о попытке уничтожения целой нации много. Обращение «Помним и требуем» стало девизом скорбной памятной даты. Символом «Цветок незабудка» – это означает, никто и никогда не забудет о той трагедии, сколько бы веков ни прошло. Олеся Давыдова, Иван Рабальченко, 39 канал.